Давай подойдем. Ну, слушай, они все равно предусловно одеваться, потому что там все равно люди будут задавать вопросы. Сейчас подойдем, когда кто-то придет. Всем привет! Привет, привет! Так, ну вы же там все анонс увидели, да? То есть познакомьтесь. Та-да-да-дам! Барабан на дроби. Мой гость сегодняшний. Вообще, кстати, я решила, что в ближайшем будущем будут делать такие прямые эфиры и интервью. Это вообще цвет очень интересная тема. И Инстаграм сделал очень круто двойные теперь. То есть ты находишься где-нибудь в жопе, и я где-то в жопе, и мы можем сканетиться и друг другу задавать вопросы и сделать интервью. Вот, сегодня у нас будет очень интересная тема. Цифровое сознание. Может быть, кто-то что-то слышал, но, может быть, вообще кто-то даже и понятия не имеет, что это такое. И поэтому мы сегодня обсудим вот такую интересную тему. Возможно ли вообще цифровка сознания? Что такое, в принципе, сознание? Что такое цифровое сознание? В чем отличие? И на все эти вопросы нам ответит... Та-да-да-дам! Представьте! Меня зовут Артемий. Артемий Мир. Я нейропсихолог. Вот, нейропсихолог. Кстати, да, тоже очень интересно, кто такой нейропсихолог. Нейропсихолог отличается от обычного психолога тем, что мы изучаем, как работает вообще мозг, как работает сознание человека, и мы оперируем самыми глубинными понятиями, самыми передовыми научными технологиями вообще в нейронауке. Круто! Круто! Вообще, я знаю, есть такая книжка «Нейрополитика». В этом теле, по-моему, вот. И мне уже тогда было, мне вообще, в принципе, тоже было всегда интересно, что такой мозг, как он работает. И вообще, мы все зависим от мозга. То есть, мы, в принципе, в теле находимся, и мозг нами управляет. Есть такая даже фраза, что мозг хороший слуга, но плохой хозяин, потому что мозг нами управляет. Да, есть несколько концепций вообще. Одна из концепций, что мозг – это всего лишь как модель, а сознание находится где-то за пределами виденной реальности. То есть, это вы понимаете налог? Ну, как бы, да. Это одна из концепций, которая изучается. Вторая концепция – это то, что действительно в мозгу создаются устойчивые, ну, различные нейронные связи, которые, в общем-то, влияют на химию всего тела. И, соответственно, мы воспринимаем эту реальность так, как мозг выдает различные гормоны. Причем, этот процесс одинаково работает и как мозг дает команду на производство гормонов, так же и как мы можем, потребляя какую-то пищу, там, латанитно-химическое вещество, заставлять мозг работать по-другому и по-другому воспринимать реальность. Ну, допустим, психоделики те же. Да, кстати, психоделики – тоже интересная тема. Многие, кстати, интересуются ей очень активно, особенно очень популярно. В последнее время стали очень популярны такие штуки, как айваска, церемонии. Но они, у нас же очень люди ведомые на все это, и они же не вдумываясь на какие вещи делают. И я считаю, что вообще такие эксперименты со своим сознанием нужно делать людям, я бы сказала, с подготовленной психикой. И только научных или медицинских. Да, под присмотром. Потому что, как у Кастанеды, точка сбора. Можно вообще разобраться, а потом вообще не собраться. То есть вообще потеряться. А можно настолько, как бы, реально левел-ап себе повысить, что начать вообще разбираться. Я не веду, в принципе, в том, что вокруг нас происходит. Станислав Грох, допустим, он провел более 50 тысяч экспериментов с психоделикой. 50 тысяч экспериментов с психоделикой. Но они делали это абсолютно по-научному. Кстати, в том числе и на себе это делал. И до сих пор человек уже больше 90 лет, или что-то около 90. И он замечательно выглядит, замечательно живет. Я планирую в этом году познакомиться. Либо в Сан-Франциско, либо в территории России. А подожди, а он в России или в России? Нет, он живет. Он же выходец из Техословакии. Соответственно, он уехал в Штаты, мигрировал. И сейчас живет в Сан-Франциско. У него там свой институт. То есть он занимается как раз трансперсональной психологией. А это крутое направление, так сказать? На самом деле, очень крутое направление. Я не так давно на него наткнулся. Это некий сплав психиатрии, психологии, в том числе нейропсихологии. И, скажем так, с неоднозначными и дерзкими направлениями в метафизике. То есть они берут неизученные области в психологии, как в науке. Ну, в том числе нейронауке. И путем, ну, понятно, что проведя более 50 тысяч экспериментов с психоделиками, у человека накопилась огромная научная база. Ну, конечно, мне бы тоже накопили. Соответственно, у них приоткрылись некие возможности пограничных и далеко идущие за границами привычного уровня сознания в состоянии писаных опытов. Соответственно, они пытаются звучать как область бессознательного. И я очень советую, если кто еще не знаком с трудами Станислава Грофа, то… Ознакомиться. Да. То есть у него есть и художественные книги, но… У него художественные книги есть. Ну, он несколько книг написал таких интересов философских. Но основные у него исследовательские книги. Одна из самых хороших у него называется «Холотропное сознание». То есть он рассказывает в том числе про квантовую физику, про биографическую Вселенную. Она легко читается? Ну, то есть он обычному обывателю будет понятно? Ну, сложно сказать насчет обычного, но кто хотя бы немножко уже в теме, я думаю, что способен будет воспринимать эту книжку, потому что она колоссальное количество информации и практически к навыкам содержит. После того, как вы запретили, Станислав Гроф точил и изобрел технику «Холотропного дыхания». Спасибо. Привет. Всем привет, просто я там всем-всем-всем. Так, такое, значит, это все круто. Возможно ли с помощью… вообще нужно ли практиковать «Холотропное дыхание»? Это же определенная практика, правильно? Ну, по сути существует много способов. Она в том числе с йогой нет? В плане только дыхания. То есть часть йоги, если мы воспринимаем йогу не как набор физкультуры, не как физкультура, а как набор технологий для ошарения сознания, то они очень здорово совмещаются именно в плане дыхания. То есть «Холотропное дыхание» направлено на кислородное перенасыщение мозга. Соответственно, нарушается привычная химия, работа мозга, и человек начинает выходить за пределы своего обычного восприятия. Скорее всего, в этот момент ускоряется, увеличивается синтез собственного ДНТ и пикселя, с шискоидной железой. И человек начинает реально ослабливать галлюцинацию. Но этот процесс должен быть контролирован. То есть вообще, в принципе, все техники и психоделики ни в коем случае не должны применяться в качестве развлечения. Так же, как и, я думаю, что техники дыхания тоже, они должны быть присмотром, потому что, я знаю, есть такие штуки, да, например. Ну, я отношусь как? Во-первых, я считаю, что такие все вещи, они должны проводиться индивидуально с человеком. Это не должно быть групповыми занятиями. Я имею в виду, например, триплы, да, я знаю и не раз слышала от людей, что они проводятся в гетто, да, где лежит там, я не знаю, 20 человек, да, под чем-то. И, как бы, это не кем-то особо, там есть какой-то там губой обожатый, да, и не особо, и для меня это была дикость. Ну, в науке это сугубо индивидуальный процесс. Но это даже не только, я не говорю, что не про науку, я еще говорю про лишний опыт. Ну, вообще, в принципе, как исследовательский. То есть не обязательно именно прямо в науке со всеми там записями, фиксациями, состояниями и так далее. То есть есть уже все равно еще такая категория, очень интересная категория людей, как исследователи. То есть они самостоятельно изучаются, самостоятельно... Я вообще исследователь, я вообще все сама стала изучать. Это означает свой глубокий внутренний мир и вообще ее внешний мир. Да, да, я вообще считаю, это же невероятное путешествие в самого себя. Это по куче, чем просто по миру путешествие. Конечно, конечно. Это намного круче. Можно, наверное, из дома не уходить, да, как бы, и быть очень самодостаточным и глубоким при всем при этом человеком. Ну, то есть я думаю, что, я знаю, что, если я не ошибаюсь, сейчас не вспомню, но помню, что были такие... Писатели, художники, которые жили в ужасных условиях, да, там просто, ну, вообще, там, я не знаю, комнатушка, да, была, вот. И при всем при этом делали великие открытия. И при этом они практически не выезжали из своего, там, маленького, да. И то, что выезжали из городка, они, вот, как бы, он был достаточно вот этого маленького мирка, потому что у него был свой мир, в котором, как у Тесла, да, например. Они черпали свое вдохновение из глубины своего сознания. Да, 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 да. И я заметила, что это категория людей. Они очень, очень нелюдимые чаще всего, да, они очень тяжело идут на контакт, они чаще всего, вообще, в принципе, поставят на чужой мир и на вообще мир вокруг. Ну, кстати, Льюис Кэррол свои знаменитое произведение создавал из состояния как раз осознанных сновидений. То есть, как раз упорвали, что это про личную роль. Да, 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 да. И я-то уловила себя на мысли, что у меня были периоды в моей жизни, когда, я не помню, сколько мне было лет, но они были. Несколько лет периодов в моей жизни, было, когда, там даже какие-то вопросы, я сейчас не подчеркнула, считаю. Несколько периодов в моей жизни было, когда я вела очень обособленный такой образ жизни, когда мне вообще не нужно было ни общения, ну, то есть, ничего. И мне было так комфортно в этом состоянии, да, то есть, я поняла, что наедине, то есть, наедине с собой быть, это очень хорошая практика. Я считаю, это практика, я считаю, что людям необходимо хотя бы раз в год выезжать куда-то одному абсолютно, куда-нибудь в Гмухамань, в жопу мира, где нет людей, где нет интернета, да, и вот как-то випассана проходит. Но на випассане это, я считаю, что человек способен это делать сам, то есть, ему не нужна группа людей, да, он может сам снял домик, где-нибудь там вылезать, в каком-то тайге, там, в горах, да, и кайфует. Есть такая древняя мудрость, что единство достигается через одиночество, то есть, это необходимо пройти внутреннее одиночество для остановки социальной суеты, для остановки мыслей, то есть, таким образом, как раз через медитацию, через одиночество достигается единство со всем космосом. Да, для понимания вообще, в принципе, для понимания фото, для понимания что ты, потому что, находясь в больших городах, это анреально, да, то есть, ну, просто анреально, уединившись в квартире, хотя есть такая практика, я ее помню, как-то даже советовала очень многим людям, это когда ты заходишь в обычную ванну, наполняешь ее водой теплой, комфортной, ванна должна быть, ну, прям глухой, если бы ты закрыл свет, выключил свет, зашел в ней, и была темень полная, и никаких звуков, никакого света, да, и погружаешься в эту воду, максимальное количество времени, которое ты там можешь провести, пипец, штырило всех, то есть, мне все любят, а-а-а, там кто-то вырезался, трава, Обращенный вариант депривационной камеры. Да, 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 ну, я просто, люди, которые находятся, да, там, не могут себе позволить эти эксперименты, да, это такое, я говорю, блин, попробуйте, и ты знаешь, я поняла, что там просто людей штырило, то есть, у них были из детства приходили какие-то, там какие-то роды свои прожили, там какие-то звуки стали, эволюцинации, то есть, да, такое, ну, потому что, я знаю, что есть, есть один дядечка проводил эксперименты, он погружал в воду, без свет, полностью изоляция, да, под ЛСД, вообще, что вообще, так говорят, просто космос происходил, вот, и потом, кстати, написал книгу про дельфинок, он потом разговаривал с дельфинами, общался, он тоже, кстати, под ЛСД с ними общался, причем, и меня поразило, что это был не бред, ну, то есть, он реально очень-очень долгое время общался и считает, что он может понимать друг другу язык, то есть, дельфинные реально могут быть более высокоразвитые, это, ну, у них там своя цивилизация, свой мир, вот. Ну, кстати говоря, в той же нейронауке мы потихонечку изучаем, есть такие зеркальные нейроны, вот, которые как раз для установки социальных связей, они работают, то есть, мы воспринимаем нейроны других людей, зеркальные, это, это как раз про эмпатию, то есть, возможность настраиваться на осознанное, что это эмпатия, многие во многих не знают. Эмпатия, ну, если множество определений, но простым языком, по своим словам сказать, это ощущение чувств другого человека, то есть, ты настраиваешься на другого человека и чувствуешь, что в этот момент чувствует он. За это как раз и отвечают зеркальные нейроны. Они... Они из Лукашева. Да, это уже квантовая физика, то есть, это считывание происходит автоматически. То есть, вы можете считывать и информацию, и эмоции другого человека, правильно? Да. Мы каждый каждый это можем. И этот навык, кстати, тренируется, и в этом... А как тренируется? ...не сказать, что есть что-то удивительное. Ну, на самом деле, самое главное и самое первое, что нужно сделать, это перестать генерировать внутренний диалог. То есть, почему мы не воспринимаем этот мир таким, какой он есть, по-настоящему? Потому что наше сознание постоянно генерирует губнёж, простыми словами. То есть, ум постоянно проговаривает какие-то внутренние конструкции. Это могут быть какие-то непонятные диалоги, это может быть музыка, это может быть какие-то альтер-рек. Да, я делаю сплавиться вообще. У меня это уже на точке дня присутствует. Это присутствует у всех, это принцип работы нашего состояния. Да, это множество процессов, почему это происходит. Но что с этим делать? Да, что с этим делать? Ну, во-первых, в древности йога говорила о том, как это делать. Единственный способ остановки полной для этого внутреннего диалога – это медитация. Но, чтобы научиться про медитацию, скажу, что общаясь с огромным количеством людей, которые практикуют, либо вообще обучают медитацию, я понял, что они вообще не понимают, что это такое. И это было удивительно. Медитация сама по себе, это... Нет, не умею, я такая еще была волка. Это технология, и заключается она только в одном главном принципе. Это полная остановка деятельности ума. Все. А как это достигнет? Есть два предшествующих состояния медитации, которые как раз путают с самой медитацией, которая обучает. Условно их можно разделить, прямо качественно, на два состояния. Вот эти технологии, два предшествующих состояния. Это релаксация и концентрация. Концентрация на чем-то? Вообще абстрактно. На чем-то, на внешних объектах, на внутренних объектах. То есть концентрация это за счет воли. Релаксация это расслабление сначала, начиная с мышц, и заканчивая расслаблением фокуса своего внимания. А концентрация это наоборот. То есть мышцы обязательно должны быть расслабленными. То есть сначала надо делать релаксацию, потом концентрацию. И если что-то идет не так, то их надо чередовать. Утончая этот момент. И большинство людей, которые преподают медитацию, они говорят, что вот, расслабьтесь, дышите, представьте вот это, представьте вот это. И большинство людей в ходе этого процесса либо отрубаются и говорят, вот мы там озарение такие увидели, какие-то видения у них начинаются. То есть на самом деле они просто засыпают, либо ловят глюки. Глюки? Именно глюки. У Гастанеты было же остановка ВД. Что такое ВД, не знаю. Один раз получилось остановить, и очень странное состояние, до конца непонятно, то ли это ощущение или нет. Остановился ли он точно? Привет, привет, знакомые все лица. Ага, это ваш гость, как я понимаю. Сложно сказать, потому что аудитория классная. Внутренний диалог, а. Ну, слушайте, внутренний диалог, ну вот смотри. Да, это и есть внутренний диалог, это функция движения ума самого. Вот я знаю такие штуки, да, что, например, когда я была маленькая, ну, я думаю, что не зря, да, есть люди, вот, например, для примера, да, там берут, ну, там, я не знаю, ну, грубо говоря, да, там, что-то перебирают, делают концентрацию вот на вот этом процессе. Или, например, можно взять, есть такая техника рисования, может быть, знаешь, да, слышал, это когда ты концентрируешь, очень-очень много всяких маленьких завиточков, таких, знаешь, точечки, завиточки. По сути, как мандалы рисуют. Да, это есть как мандалы, реально, да, я всегда задавалась вопросом, вот это янтры, мандалы, в чем смысл, да, а потом я поняла, реально, и рисование, действительно, и это лично для меня, для кого-то там что-то другое, а для меня рисование, это прям, я, когда сижу, рисую, у меня все туда, то есть у меня, я всегда, я даже не вижу себя со стороны, да, а когда вижу себя со стороны, понимаешь, что я вообще ушла туда. И это очень полезная такая практика, потому что она действительно в этот момент, да, то есть ты действительно отключаешь шум, и я думаю, что его действительно, ну, там, не знаю, нужно иногда, просто чтобы вот перезагрузить его. Ну, и как бы, плюс можно создать какой-то нарисователь, да, я могу. Эмпатия, она как раз и наступает, когда ты прислываешься. Ну, да, 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 то есть мелкая моторика, действительно, тоже... Готовка, тоже бывает, ты там что-то, ну, не такая готовка, да, как я считаю, что опять же, вот смотрите. Ну, вязание, кстати, классная штука. Да, вязание, бисера, бисероплетение. Ну, трубку курил, это больше химия уже. То есть как процесс, да. Какая трубка! Какая трубка! По поводу готовки, и вообще, вот смотри, такую штуку тоже, да, заметила, что когда мы, ну, например, да, есть люди, которые не могут концентрироваться в принципе ни на чем, да, и все делают тоже через жопу. Ну, вот поэтому все делается через жопу, потому что нет концентрации. Ну, не спорю, да. Ну, когда, например, человек готовит, заметь, когда человек готовит, это все равно всё, сказать, там есть человек готовит с душой, без души просто такой простой пример . всегда же жопа получается . если я о чем-то думала в этот момент причем не важно хорошее плохое у меня с готовкой задница я забыла посолить и я пересолила а когда я в этот момент как все у меня я творю и что творение я заметил это во всем абсолютно и это вот что бы ты ни делал за что бы ты ни брався да ты действительно должен быть правильно в потоке даже причем в этот момент это даже может быть не ты а может быть через тебя вселенная творит и говорит альфер-реговис ну то есть да и это реально так и вот есть люди которые например многих я замечала таких людей когда ты настолько поражен и восхищен тем что человек делает играет на скрипке есть же джазмены которые ощущение что он вообще вне сейчас вне тела и вместо него через него там говорит кто-то и он становится сам музыкой да и он вообще в трансе и вот у меня сейчас такой главный вопрос я думаю очень-очень многих очень потому что это форме интервью сейчас некоторые многие за жизни могут этого достигнуть концентрацию релатин про релатин ты что не знаешь релатин да есть такая штука сейчас врачи любят ариталин для концентрации выписывать как вообще влияют вот кстати поговорим о этом как влиять лекарство да например вот дети выписывают они очень непоседливые я считаю это убиение я тоже считаю что это терапически вредоносная вещь в первую очередь нужно уметь взаимодействовать с ребенком у меня у самого двое детей две дочери маленькие поэтому я сам учусь это делать они непоседы то есть с одной стороны я ничего не запрещаю практически прям там совсем хулиганство вот и в то же время помогаю раскрывать потенциал творческий любые психоактивные а это психиатры выписывают естественно они психоактивные но как бы в основном они седативные для того что успокоить но если вы хотите из ребенка сделать овощи вообще пожалуйста ваше дело имеется ввиду которые за дома как бы они затормаживают ребенка конечно дети сейчас все больше и больше да и мы на самом деле были очень таким же мы были гиперактивными ну многие из нас и сейчас дети еще более активны потому что ускоряется движение времени опять же тоже интернет качество энергии вообще в целом ускоряется и истончается поэтому если у детей есть неиспользуемая энергия почему гиперактивность возникает потому что у них она плечи то есть просто нужно давать им ее выплеснуть это игры это чтобы они играли в игровых комнатах вместе с собой ну то есть они должны друг другу уравновешивать стабилизировать нужно наоборот дать выплеснуть человек через это развивается мы развиваемся вообще все наше развитие происходит за счет установления нейронных связей чем устойчивые наши нейронные связи тем качественнее в этой области мы развиваемся а как можно научиться вообще чем угодно наши нейронные связи подстраиваются под что угодно и начинает вырабатывать химию которая влияет на тело подожди а как как это определить или нет даже как как сделать так чтобы это было на вот все же очень разный очень разный и вот кто-то пожизнение у него все получается да за что не брался ну получается человека а у кого-то просто ну как мы не знаем валяна коньева это же это же как бы от чего то зависит от чего это зависит ну в первую очередь это зависит от базового вообще набора качеств, то есть на самом деле базовый набор качеств, он заключен в исходном ходе человека, в ДНК. Вот ход человека, с которым он рождается, это не приговор. Научиться можно чему угодно, просто на это потребуется у кого-то гораздо больше энергии, у кого-то гораздо меньше энергии и времени. А кстати, вот мы про концентрацию уже ушли. Я сейчас расскажу самый главный секрет этой реальности. Есть один фокус, очень крутой фокус. Современная нейронаука и клантовая физика говорит о том, что, новая теория о том, что мы живем в голографичной вселенной. Есть очень интересная версия, которая не отвергает, просто с другой стороны смотрит, что мы живем в некой нейросимуляции, по сути в матрице. Я думаю, что мы реально придем прям к глубокому пониманию и в скором времени. Все ли придут? Ну, конечно же, не все, а те, кто занимается исследованием в этой области. Но это станет доступной информацией. Ты думаешь, что это будет доступной? Я думаю, что будет доступной. А смысл удерживать информацию от тех, кто ее даже не способен понять? Ну, то есть, есть же сейчас в открытом доступе информация о ядерном синтезе. Ну что, все берут и делают ядерную бомбу? Нет. Просто большинство не способны ее воспринять даже. Что ядерный синтез? Ну, как бы, все, я пошел побухо. То есть, друзья, как ты считаешь, вот по поводу концентрации? Так вот, про фокус. Это как раз к концентрации относится. Вот главный фокус этой реальности в фокусе. Что такое фокус? Наше внимание, оно всегда расфокусировано. Оно периферически, то есть, мы блуждаем, наш взгляд блуждает, мы слышим какие-то там звуки, иногда прислушиваясь или присматриваясь. А фокус – это усиливая воля, осознанно мы луч своего внимания направляем на исследуемый объект. И это как раз воля. Ну что такое воля? Это концентрированный луч, луч внимания нашего. Это и есть воля. Вот возможность удерживать вот этот луч нашего внимания и есть воля. И весь фокус в этом. Так, а как это? То есть, весь фокус в фокусе. Я понимаю, а как это тренировать? Тренировать это можно, в первую очередь, на внешних объектах, просто беря какой-то объект, точку на стене или какую-нибудь там картину или мандалу там. То есть, просто удерживая на ней свое внимание. Чем больше мы сможем на одном объекте удерживать свое внимание, хотя бы на внешнем. Очень хороший, кстати, еще объект для удержания внимания – это горящая свеча. Во-первых, это и по времени относительно ограничено. То есть, взять свечу, которая горит, допустим, полчаса, ну очень условно, да, и пока она горит, удерживать внимание на этом фитиле. Очень классной техникой. И нужно обращать внимание, каким образом движение мыслей происходит. То есть, если мы действительно хорошо удерживаем концентрацию, ну как надо, мысленный поток становится все меньше, 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 меньше. Но он, как живой организм, он тоже пытается опять включиться и разогнаться. И вот, механически удерживая уже внимание на пламя свечи или на таком другом объекте, нужно отслеживать, чтобы этот поток не возникал. То есть, его можно останавливать тоже, и нужно устанавливать тоже более. То есть, сначала это будет достаточно жестко, принудительно, потом потихонечку выстраивается уже более экологичное отношение к своей мыслью. То есть, мы не есть мысли, как говорил Кант, что мы живем пока мыслим, это не совсем так. За мыслями можем наблюдать. Получается, а кто тот, кто наблюдает за мыслями? А у меня такой вопрос возрел. Как ты думаешь, тогда для чего нам такой друг и враг одновременно наш мозг? Если он такие штуки с нами играет, и мы сюда с ним пришли, в то же время мы пытаемся с ним бороться, пытаемся его остановить. Почему это происходит? Почему у нас происходит внутренняя борьба, и не только внутренняя, мне кажется, уже и внешняя скоро будет, да? Мы будем пытаться его отключить, пытаться его перепрограммировать. То есть, откуда это? Почему он нам дан? А это эволюция. То есть, мы же имеем, на самом деле... Наш кино включает в себя информацию о всех живых существах, которые когда-либо существовали в этой реальности. Вообще по времени. С момента зарождения этой вселенной или с момента старта матрицы и нейросимуляции до сегодняшнего момента, на самом деле, мы просто движемся во время, воспринимаем это как во время. Но это отдельная история. Да, во время в отдельном. И по сути... Ну, про обычную борьбу с мозгом, про эволюцию. Про эволюцию, да. То есть, мы обладали сначала рептильным мозгом. Ну, я, чем мы. Он есть сейчас и у нас. Есть, да. Вот. И он заключается в том, что бей-беги простейшие реакции, которые на угрозу возникают. И... Выживание. Да. У нас появляется все более и более сложное в области мозга. И ум, наш блуждающий, это тоже некий революционный механизм для восприятия реальности. Просто идёт за гранью ума, то есть, чуть-чуть от маленьких зрений. То есть, современная классическая наука разделяет сознание на базовое сознание и подсознание. Угу. А есть ещё подсознание? Да. То есть, более современное, скажем так, экспериментальное направление в науке разделяет ещё подсознание на ещё коллективное подсознательное. Угу. Бессознательное. Это самая жопа. Ну, если даже сейчас не могут изучить, даже гуру вообще изучения вопрос работы мозга Черняховской говорил, что бессознательное даже нефиг туда вообще лезть, потому что это тёмный лес. А коллективное бессознательное, это ещё больше. Это ещё больше. Так вот. Есть ещё сверхсознание. Угу. Если мы подразумеваем некие другие концепции. А вот область бессознательного – это результат как раз остановки работы деятельности ума и переход на более качественное и совершенное восприятие. Это можно, кстати, увидеть в фильме «Область тесьмы». Вот таблетка НЗТ, которая его ускоряла, по сути, она объединяла его бессознательную часть, синхронизировала полушария. Но в фильме этого нет, это уже в процессе аналогичных исследований. Такой таблетки, наверное, ещё нет, но она будет. Угу. И, кстати, состояние, которое в фильме «Область тесьмы» можно достигать и без медикаментов, посредством психотехники. Прочитала книгу «Буда. Мозг и нейрофизиология. Счастье. Мир перевернулся». Не знаю, знаешь ли это такое? Ну, я к этой книге не знаю, но трудов множество, концептов множество. Это всё об одном, на самом деле, с разных сторон. «Тафти Жрица. Новый проект Зеланда. Смотрел, читал. Как относишься?» К Зеланду я отношусь очень хорошо и считаю, что у него классный, ну, из того, что я изучал, у него классная только одна книга «Трансферфинг к реальности». Всё остальное – это вариации на эту тему. То есть вот эта книга, он по-честному сказал, что ему её загрузили через осознанное сновидение. «Серьёзно?» «Да. То есть он с самого начала говорит, что это не его технология. Ему, скажем так, это приснётся». «А как вы думаете, считаете, психоделики дадут толчок к остановке диалога, если своей воле это не получается достигнуть? Как считаете?» «Я считаю, что психоделики запрещены законом. Это очень важно, особенно если вы проживаете в российской генерации. Ну и в принципе…» «Ну да. Поэтому психоделики законом запрещены. Их пропаганда тоже запрещена законом. Это маленькая ремарка. А вообще, вообще, исследования, которые проводили…» «Серьёзно, Гров, когда приезжал в Россию, я помню, был какой-то у него выпуск, там сидел Макаревич, ещё кто-то, и он в открытую говорил, что БЛСД – это было в России!» «Да почему? А, нет, он даже проводил, но он же рассказывал это, когда это всё равно, об этом нельзя говорить?» «Ну, он рассказывал, это уже не пропагандирует, он же не говорил «покупайте». «А, нет, ну мы тоже не пропагандируем, мы не говорим «не покупайте». «Мы рассматриваем только этический и научный аспект психоделика». «Нет, вообще, я думаю, что естественно, что они запрещены естественным образом. Я как-то читала книжку одну интересную. Эта книжка была английский или американский наркодилер, написал книжку. Книжка небольшая, она написана в таком художественно-документальном стиле. И это старенькая книжка, это когда был самый расцвет психодели, вообще все. «Пока не могли запрещены». «Да, нам было, можно сказать, вообще абсолютно всё. И он описывал приходы от разных наркотиков. И у меня, слава богу, в моей семье сложилось, что у нас не было жёсткого стращания. «А, там это, ты покупаешь травку, ставишь героиню, он завидел». Ну, как чаще всего это говорят, хотя это вообще бредятина полная. И это вся подтасовочная, я считаю, статистика абсолютно, на всё врёт. Не совсем. Ну, очень много, мне кажется. Я почти три года проработал на заре своей юности в отделе по наркотикам. И перевидал огромное количество таких персонажей. Ну, знаешь, как мне кажется, если человек дурак, то и будет дурак. То есть там за него не важно. На самом деле, это либо человек, когда не может контролировать и находится в угнетающих социальных условиях, то это также через водку. То есть через любую окраску он также может прийти к тяжёлым наркотикам. Это от безысходности. «Привет!» И вот в этой книжке было очень интересно описано, он всё эти штуки описал. «Всем привет!» «Всем привет!» И он описал такую штуку, да, что, простите, наркотик, он написал такое, написал в конце очень интересно, он такой говорит, что, ну, попробовал там всё-всё-всё, что только можно, да, там, и продавал, и покупал, и пробовал. Он сказал, вообще, он говорит, я бы на месте правительства, да, создал бы путеводитель по наркотическим веществам. С описанием, как оно действует, как оно, что оно влечёт, что разрушает, да, разрушает ли, да, например, как оно влечёт организм. Потому что это будет для многих спасение. Конечно, в смысле пробовать. Ну, как грибы. Вот вы же идёте в лес за грибами, да, и в первую очередь, почему у меня очень дедушка, у меня открывал грибы, говорит, «Маша, вот это, вот это, вот это, вот это собирать нельзя, ну, отъедем просто, да. Это тоже самое, то есть вот это, вот это, вот это лучше не надо, да, потому что просто отъедешь, да, там, или петь, ну, как бы нельзя». А вот, например, да-да-да-да, можно, да, если ты хочешь это, например, или если ты хочешь это. И просто у нас нет культуры, ну, просто элементарно всего этого. Это первое. Второе, конечно же, люди не готовы, потому что очень долго и очень, ну, как бы, очень, ну, вся история говорит, говорил и будет говорить, да, что это плохо, всегда так было. Ну, да, есть в этом определённый смысл, потому что действительно подготовленное, то есть неподготовленное сознание может травмироваться от употребления психогеликов и вообще наркотики. Тема у нас какая-то, не только психогелик, но и про слушай, тема у нас про цифровое сознание. Ну, вообще у нас эта тема веет много-много подтем, поэтому мы уже о многих вещах поговорили. Мы зашли издалека и потихонечку подходим к цифровому сознанию. Да, мы зашли издалека. И сейчас мы говорим про цифровое сознание, что такое цифровое сознание, возможно ли оно, в течение какого времени ты видишь это, да, там, как произойдёт, как это вообще произойдёт. Как ты, возьми, проснуться уже со цифровым сознанием, как ты это видишь? Ну, есть одна интереснейшая версия, которая началась с фильма «Матрица», но, по крайней мере, всё её популяризация. Знаете, зайдите, после, я вам сейчас, секундочку, извини, перебила, у меня в моём аккаунте есть ссылка на специалиста, который вот с вами сейчас беседует. Поэтому очень рекомендую пройти к нему на страницу, подписаться, он делает у себя прямой эфир. Я думаю, что мы сделаем ещё несколько прямых эфиров, потому что тема, ну, огромная, и объять её за час невозможно. Вот, поэтому подписывайтесь, у него постоянное обновление, я думаю, что, ну, так как вы все у меня интересующиеся, вам будет интересно. Всё, как тебя найти? Мало того, что, в первую очередь, я практика, а не теоретика. То есть можно сколько угодно изучать теорию, а вот те навыки настолько ценны, насколько они практически применимы. Да, тема… Так, давай поговорим про… Да, про сознание, ну, про расширение сознания – это вообще совсем отдельная, обширная тема. Что такое цифровое сознание? То есть есть очень интересная концепция, в том числе и в фильме «Матрица», о том, что наше сознание имеет цифровую природу вообще изначально. И весь этот мир, в котором мы живём, он тоже, в общем-то, имеет цифровую природу. Угу. Мы потихонечку к этому подходим. Угу. Древние считали, ну, в классической Веданте, откуда, в общем-то, йога и взялась из классической Веданте, что мы живём в иллюзии в майя. Но тогда не было высоких технологий, чтобы более детально, понятивно объяснить. Они говорили, что мы живём в какой-то некой иллюзии. Угу. Сейчас, в 2000-х годах, вышел термин «Матрица». Угу. Сложно более современной. Да, более современной. Сейчас мы можем сказать, что более современной концепции, что мы живём в некой нейросимуляции. Угу. То есть это похоже на виртуальную реальность, на шлем виртуальной реальности, который мы надеваем, там транслируется какой-то сюжет. Только здесь трансляция сюжета идёт непосредственно на наше сознание, и мы себя так ощущаем. Угу. Уже новую область применения. Угу. Уже новая реальность. Угу. Соответственно, Илон Маск заговорил о том, что он вкладывает большое количество средств, и один из своих передовых проектов – создание нейроинтерфейсов. Угу. Угу. Да. Нейроинтерфейсов – это будет, по сути, первый переход. Интересно. У нас тут даже как-то в потолке бегают очень интересно. Это тоже иллюзия? В какую степеню наверно? В какая-нибудь такая огромная крыса бегает. Это же Бали, здесь полно всякой живности. Интернет, по сути, это был первый шаг для новой коммуникации людей. Раньше коммуникации людей происходили вербально, через общение личное, через газеты, через радио, телевидение. Но интернет перевернул, в принципе, снова наглую концепцию. Мы можем общаться вообще мгновенно с любым человеком в любой точке мира, если мы подключим к сети. Вспомните 20-30 лет назад. Эти возможности мы даже об этом думать. Это когда люди не верят в это и говорят, когда это будет? А потом ты думаешь, блин, а 20-30 лет назад мы и подумать не могли, что у нас будут телефоны, вы такие, да? И мы будем общаться со всем миром. У нас будут прямые эфиры. И мы можем, сидя на Бали, вещать как через телевизор на весь мир. На весь мир. То есть это как это? Это же фантастика, вы скажете. И не надо никакого телевидения. Мы каждый сам себе репортер. И любой желающий зритель, подписавшийся, может увидеть абсолютно любую информацию, в том числе такой интересный, уникальный кадр. Да. Это, кстати, как у Дим Чуковского такую фразу, что почему умирает театр? Если раньше люди ходили смотреть, как играют, то сейчас люди хотят сами играть, как главные актеры. Да, да. И потихонечку к этому как раз подходим в виде либо дополненной, либо виртуальной реальности. То есть это пока некий переходный момент, суррогат. Но виртуальная реальность позволяет нам более глубоко погрузиться именно в цифровой мир. То есть существует огромное количество уже компьютерных игр онлайн. То есть таким образом, именно, кстати, таким же образом устраиваются нейронные связи. То есть это не обязательно разговор тет-а-тет или общение, а через интернет тоже устраиваются нейронные связи. Что такое нейронные связи? Это обмен информацией, неважно, где находится человек. Зеркальные нейроны, они, в принципе, ну, мы не будем прямо в науку углубляться, там, про квантовую запущенность и про мгновенную синхронизацию фотонов и так далее, но это не суть. Смысл в том, что мы с огромной скоростью, с каждым годом возрастающей, начинаем обмениваться информацией. И погружаясь сначала в виртуальную реальность, мы еще больше погружаемся в обмен информацией. То есть Facebook эту тему уже сделал, они ее обкатывают. То есть они создали чат в виде шлема виртуальной реальности. То есть ты надеваешь шлем и видишь другого собеседника уже вот без, по сути, смартфона. То есть ты как будто его воспринимаешь, как будто он рядом с тобой, ты воспринимаешь свои руки, можешь с ним общаться. В мозге нет никакой разницы, для него это все равно тоже сновидение. То есть он воспринимает, а это реальность как некую форму сновидения для тех, кто понимает, что это такое. Когда мы находимся в сновидении, мы тоже ее воспринимаем вполне реально. Единственное, что большинство не запоминает, а еще совсем маленькое количество умеет осознаваться. Но когда человек осознается, он тоже это воспринимает как реальность, потому что там тоже есть ощущения. А что это вообще реальность? Подожди, если мы прием по цифровке, тебе не кажется, что это будет еще более глубокое погружение? А это будет несколько... Мы просто ускоримся. То есть это просто иная форма восприятия реальности будет. Более тонкая, более совершенная и более быстрая. Видите как? Так, сейчас тогда где-то надо посмотреть. Вопросики. Подожди-ка, это нет, надо было в самом начале. Да, точно. Себя на мысли, что губнешь в голове. Но это видишь, они все... Очень сложно словить это состояние. Некоторые люди за всю жизнь, когда же я это все читала. Отдельную тему действительно можно про... Да, да тут вообще... Медитацию про управление сознанием. Да. А давай знаешь, что еще делать? А мы сейчас еще про цифровому. Да, по цифровому. И вот еще такой интересный вдруг у меня сейчас возник вопрос. Даже несутый вопрос. Вот смотри, я столкнулась совсем недавно с человеком, который очень, ну как бы, ударился, не знаю, не ударился, стал очень фанатичным в какой-то степени. Я сама с этим столкнулась. Он стал по ведам. То есть он стал ведической культурой, ведической культурой. О, каким из вед? Ну, наш старославянский. Я все хорошо изучаю. Да, ну вот как бы он так в это вообще ударился. Мы с ним... Я просто с ним поймала себя... То есть он как бы отзеркалил меня, получается. Да, потому что несколько лет назад у меня один человек, у меня был определенный период жизненный, я подкинул книги, Сидорова Геннадия, наверное, Георгия Сидорова. Вот там четыре таких толстенных книги. И вот она, как бы мы великий народ, как мы избранный, а для меня уже это все попахивает неким божественным ступеном. То есть хотя божественным все, по факту. Да, да. А там вот это все, мы великие, ля-ля-ля, он до сих пор про это говорит, и он вообще не сблинулся. Что мы произошли от слоя на арию. Ну, там боги, боги, все мы боги. Все, я думаю, к язычеству я отношусь очень даже нечего. Я считаю, действительно, вот это почтение предков, потом, значит, там стихи, да, духи, это все действительно есть, на самом деле, как бы, ну, как часть, да, там, той же иллюзии, например. Вот. Да, и, как бы, да, почти земля, вода, это все живые организмы, да, вода, например, океаны, это реально живые там, вообще целый космос, на самом деле, до сих пор не изучен. Планета в планете, как я считаю. Вот. И вот он настолько туда погрузился, я не знаю, кого он слушает и что он слушает, но с ним очень стало тяжело общаться всем чём. То есть он, во-первых, очень, он очень против интернета. Он считает это злом, да. И не только он, они, в принципе, все, кто вот это вот, они все хотят как, значит, мельница опять, старая хозяинка, хозяинка, да. Да, я сталкивался с того, что это. Да, и вот они все туда, и мы все сюда пришли. Я не долгое время с такими общался. И причём они очень здраво, на самом деле, рассуждать. Потому что ты их слушаешь, и ты даже думаешь, да, мы ответы. И даже сам, у тебя у самого уже сомнения возникают. Действительно, может, и действительно, что-то просто не знаешь, они избраны, они сейчас... И что вот здесь пришли, на самом деле, всё, пришли тогда вверх, типа техногенный процесс, это от дьявола, да, ну, как бы они считают, да, что это полностью бьёт душу, да, и что мы... Бла-бла-бла. Вот. И раньше, если раньше мне это задают, я бы, наверное, даже согласилась, потому что раньше у меня вот это было воспринятие вуальное, да, плохое, хорошее, бла-бла и всё остальное, вот. Потом я поняла, что мы... Ну, самое важное для человека всё-таки, я считаю, да, это ощущение, внутреннее ощущение счастья. Это вот, бля, куда бы... Вот как? Вот когда ты чё-то... Ну, сколько много вот этих вот всех верующих, да, которые на самом деле... Один, кстати, серьёзный учёный говорил, что всё в этом мире вообще относительно. Да. В нашей стране сложновато с ними. Дневники Шульгина. Ну, я и славянный арийский вега все читал... Эфир сохранил. ...наследовательских целях. Вот. Я не думаю, что там абсолютно... Там есть как бы зерно, везде есть зерно, абсолютно везде. Потому что я тоже много чего изучал. Там, там, мне ближе, что буддизм вообще. То есть он вообще... Он какой-то... Он вот как... Всё есть. И он, во-первых, ну, нет вот этой агрессивности. Он самый правильный никакой. Да, он никакой. Реально. Нет никакой агрессивности. А у остальных же... А вот мы пипец какие. Мы классные. Мы все говно. Мы вот это... Это негры говно. Эти говно. Тут вы это. Это... Ты думаешь, почему... Самое шоусловное такое. Да. И мне стало так тяжело вот с этим человеком общаться, да, причём он так обосрал вообще всё, что только можно, в плане, там, моего восприятия, да, моего какого-то. Причём я просто стала понимать такую вещь, что мы творим собственную свою реальность. Вот просто, да. Свою. Вошло. Ты веришь, что ты увидишь. Ты веришь в самоисцеление, ты самоисцелишься. Ну, это реально так, да? То ацепы вообще работают... Ты не веришь в это, ты ни хрена никогда не исцелишься. Ты веришь, что ты станешь богатым. Просто у тебя есть ощущение, да, и тебе будет фортить всё время. Вообще абсолютно. Если ты по барабану... Ну, то есть как... Короче всего, трансерфинг реальности отвечает на поставленные вот эти вопросы. Да, да. И про вот этих язычников, правильнее их называть, наверное, родноверными, как они у себя говорят. Язычники родноверы, я всегда говорю, а вообще, а зачем? Ну, то есть, вам это даёт возможность технологически встраиваться в реальности и становиться более эффективными. Они не становятся от этого более эффективными. Нет, они наоборот. Частично они становятся более осознанными, потому что они больше вопросов задают. То есть, когда мы осознанными становимся? Когда мы начинаем просто наблюдать и задавать вопросы о природе вообще вещей. То есть, мозг, как только начинает включать самый осознанный исследовательский процесс, мы становимся все более осознанными. С каждым нашим внутренним вопросом. Шугин военные темы поднимал? Вроде нет. Нет, Шугин не поднимал. По-моему, нет. Так вот, я все время говорю, а зачем? То есть, наше сознание напоминает операционную систему. Вот откатываться назад с Mac OS до MS-DOS, Подожди, а почему? Вообще никакого желания нет. А вопрос сейчас. Так, трансферфинг больше не отвечает на вопросы, а больше констатирует процессы. Естественно. И у него нет задачи отвечать на вопросы. Это коробка с инструментами. Очень эффективная коробка с инструментами. И, кстати говоря, благодаря трансферфингу я достаточно больших успехов в социуме и в материализации добился. То есть, применяя трансферфинг, он работает на… при правильном осознании работает на 150%. Слушай, тогда надо другой вопрос. Объясни, да. Почему эти вот язычники и кто там, как они их назвать, да, они так хотят откатиться назад? То есть, они сопротивляются процессу или что? В принципе, да. То есть, это деэволюционный процесс. А он сопротивлялённый? Они… В принципе, нельзя сказать, что они там правы или неправы. Они делают некий неосознанный выбор. Это неосознанный выбор? Ну, я думаю, что это не совсем осознанный выбор. Потому что, если бы они видели картинку целиком или хотя бы по-другому, у них бы сразу разрушение всей их концепции произошло. И это всего лишь одна из концепций, которую они решили принять. В чём-то она действительно там содержит народную мудрость, в чём-то она содержит резонирующий момент, который находится в исходном коде в нашем ДНК русского человека. Словенина. Потому что это действительно резонирует. То есть, наша древняя история, которая действительно переписывалась, там, перевиралась, и некоторые штуки, которые там скрываются, они резонируют на уровне эмоций. Вот у меня тоже всегда, я могу так сказать, что я поняла очень такую простую вещь, что наш вид, как вид, да, человек, он очень сопротивляется, он сопротивляется эволюции. Он хочет оставить так, как есть, либо, ну как, значит, вот тогда-то было хорошо. А матрица так устроена, что, ну или там реальность, нейросимуляция, мир этот, так устроен, что всё стремится обеспечить засыпание человека. То есть, всё устроено так, чтобы человек спал. Вот вы сейчас смотрите этот сюжет, а, собственно говоря, нет никаких гарантий, что вы, в общем-то, тоже спите. То есть, единственное, что отличает спящего человека от пробудившегося, это осознанное состояние. То есть, нахождение состояния здесь, сейчас. То есть, это некий маркер. Да, это, кстати, я тоже заметила, смотри, там какое длинное сообщение. Даляне, принимать как раз, читать, понимать, осознать, ощущать мир по-другому. Как мы глубже, отойти от системы, умом, сбить программу немножко. Конечно, конечно. То есть, это выход за пределы… Офигенный рассказ у Пелевина «Спи». Есть такой рассказ? Да, я читал, действительно, очень интересно. Вообще, Пелевин – это гений, наш современник, это гений и Будды с нашего времени. Только как сознание и самопознание дают такие результаты. Да. На самом деле, вот я тоже заметила, что мы… Жить постоянно осознанно, ну, постоянно, да, это просто практически нереально. То есть, вот постоянно находиться здесь и сейчас. Потому что мы все равно проваливаемся в интернет, да, проваливаемся просто туда и на это. Ты даже не замечаешь, как я не прилетел, ты не замечаешь, что тебе сказал человек, который рядом с тобой, да. Ты каких моментов не улавливаешь. И, мне кажется, еще осознанность зависит, то есть, для меня что касается, это уметь, это осознавать, что ты… И останавливаться. Да, и останавливаться. Да, и останавливаться, да. То есть, ты такой пак, да, и уметь контролировать свои вот эти вот реакции. Вот все чудеса и начинаются с момента самоосознания. То есть, сознание человека, в принципе, это всего лишь набор кода. Всего лишь набор кода, который движется и развивается в процессе движения времени. То есть, мы все имеем одинаковую природу нашего сознания, просто различные конструкции этого сознания. как некий набор лего, такой, кубиков. Это наши там какие-то привычки, что мы читали, слышали. То есть, огромное количество внешних и внутренних факторов, они и формируют наше сознание. То есть, наше сознание не статично, оно динамично. Мы не статично по нашей форме, мы все не просто какая-то форма, мы в первую очередь процесс. Вообще у всех. Просто мы движемся либо просто в потоке коллективного бессознательного, либо настоящее чудеса начинается в момент самоосознания. Есть очень крутой сериал, прям очень крутой сериал, называется «Мир Дикого Запада». То есть, хорошего тоже наше сознание. у людей и у машин. И красные линии проходят через весь этот сюжет, в том, что принципиальное различие между сознанием человека и сознанием машины, когда зарождается именно момент самоосознания, нет. Мы все действуем в этой реальности в рамках какой-то сюжетной конструкции. То есть, мы играем какие-то роли, мы все мним себя кем-то. То есть, я такой-то, у меня зовут так-то, я там инженер, или программист, или спортсмен. То есть, мы навешиваем ярлыки и, по сути, держим образ игры неосозный, как правило. А он может, на самом деле, кем угодно быть. Вообще кем угодно. И эта реальность вообще не ограничена. Можно сыграть абсолютно любую роль. Это, кстати, мистер Фримен, Дэмчик, про это как раз через свою актерскую игру об этом и говорит. Т.е. он такой-то достаточно прошаренный тоже чувак. Очень, да, кстати, очень. И у него есть проект очень интересный. Т.е. он пытается вот рассказать то, о чем мы сейчас говорим через искусство, через актерскую игру. А я это рассказываю через нейронауку и вообще через психологию и философию. Т.е. мне ближе всего форма науки, потому что я изучил огромное количество религий, эзотерических течений, различных эзотерических тусовок и пришел к науке, потому что сейчас современная наука, экспериментальная в первую очередь, она вообще может ответить на все вопросы поставленные. По крайней мере, изучение пограничных и за пограничных состояний сознания, я сравнивал их с исследованиями современной науки, они прямо соотносятся. Т.е. только в науке сейчас и можно найти по-настоящему ответственные вопросы. Т.е. можно говорить про душу? Т.е. для меня тут душа несколько абстрактная. Я из множества эзотерических течений, там общая есть концепция души, что это некое энергетическое тело и т.д. Т.е. я воспринимаю душу как сознание. Т.е. для меня душа и сознание – это одно и то же. Т.е. для меня душа и сознание – это одно и то же. Т.е. сознание – это путешествие, глуздаешь. Т.е. оно занимает тело, да? Т.е. конечно. Т.е. первично наше сознание, то, как мы осознаем наше биологическое тело, есть результат просто работы сознания, есть результат работы движения времени, который проецирует иллюзию нахождения в пространстве времени. Т.е. а сознание к чему стремится? Т.е. как это считается? Т.е. сознание? Т.е. ну, на самом деле, сознание, оно всегда находится в потоке. Т.е. нахождение в этом потоке, как раз я и говорил, дает иллюзию это восприятие. Т.е. единственный смысл жизни и вообще для чего все это? Т.е. для наработки опыта. Т.е. единственный базовый смысл жизни – это эволюция. Т.е. вот блин, мне тоже это близко. Т.е. что такое эволюция? Т.е. это усовершенствование чего-либо. Т.е. у меня тоже такая теория есть, что… Т.е. это наработка опыта, как более такое конкретизированное, а вот все остальное – это семья, дети, карьера, личностный рост и т.д. – это все различные вариации на тему эволюции. Т.е. мы просто становимся лучше. Т.е. и в этом заключена вообще вся работа нашей реальности с момента большого взрыва или включения нейросимуляции. Т.е. стремимся, как это я вижу, эволюция для меня – это такое… Т.е. как это называется? Т.е. стремление к совершенству. Т.е. это в природе все так происходит, да? Т.е. наше сознание, оно… ну, если заходить прям чуть-чуть дальше, это, конечно, не совсем тема этого прямого эфира, но наше сознание, душа, оно, в принципе… ну, наше сознание способно находиться вне времени и пространства. Т.е. это его нормальное состояние. Т.е. как раз буддизм дает технологии и описывает… Т.е. выросла две минуты. Т.е. ничего себе. Т.е. ну… Т.е. пишите, если вы хотите продолжить этот прямой эфир. Т.е. смысл в том, что выходя за границы привычного сознания, привычной деятельности ума, ускоряясь, мы можем выходить за пределы времени. Т.е. тогда, когда выходит сознание за пределы времени, мы можем видеть нить сюжета общего. Т.е. вся эволюция устроена так, что мы живем как будто в кинофильме. Т.е. а вот состояние, полное состояние, как говорят, пустоты, вот это есть, да, состояние, когда нет ничего. Т.е. просто это есть типа выход из всего, это есть самое вот это вот состояние… Т.е. ну, в христианстве это называется игольный ушко. Т.е. протащить верблёзы через игольное ушко – это и есть протащить наше сознание через точку небытия. Т.е. схлопнуть любую деятельность нашего ума и войти в христианство, это в Царство Небесное. Т.е. продолжим. Т.е. в науке это через состояние бессознательного, состояние сверхсознания. Т.е. сверхсознание – это и есть божественный вот этот коллективный разум. Т.е. можно как угодно говорить, что это Бог, что это вселенский сверхразум, что это и вообще вся вселенная. Т.е. и каждый из этих утверждений на самом деле будет отчасти верным. Т.е. ну понятно. описание этого состояния. Т.е. это состояние можно только прожить и осознать. Т.е. до встречи! Т.е. Т.е.